Снова здравствуйте дорогие любители мелкой и крупной ихтиофауны. Ух, я снова на рыбалке, я снова на реке. У меня вот такой вот красивый голавлик. О, как я тебя долго ждал-то, а? Ух ты, какой хороший-то, а? Главное, на таком месте, что прям... Подожди, дай сфотографируюсь обязательно. О, какая красота! Не успел сфотографироваться. Ушел голавлик. Слишком долго я готовил фотоаппарат. Вот в таком месте. Такая шикарная рыба. Даже камеру включать не стал, потому что, ну, не думал, что надеялся, но боялся спугнуть, если честно. Шикарный голавель. Ух, для наших мест вообще крупный. Так, зацепчик. Снова Роландсон, просто какой-то фартовый. На опарика от Касадаки. Не думаю, что здесь стая, а если была стая, разбежалась. Значит, тихо подойти. Что ж, я снова на реке Десна. Снова я на течке. Потому что самая активная рыба, наверное, все-таки здесь. Попробуем чем-нибудь поймать. И отпустить, как у нас отводится. Нет. А вон туда. Со мной сегодня снова Роланд. Который показал себя очень фартовым. От зацепов он, конечно, не спасает, но рыбку приносит исправно. Причем саму разнообразную. Так, еще. Опачки, красота, дядь, отсюда ворона. Не твоя добыча. Какая красивая маленькая уклеечка. Вода, как парное молоко. Ну что ж, попробуем еще побурлить. Травка. Травка. Все гуще. Дядь, чудо. Ворона ругает, что рыбка не поделился. Наглая какая-то. Да, не поделился. Сама лови. Снова переместился, пытаюсь слиться с кустами. Сегодня водичка прозрачная. Рыбка осторожна. Все опять поменялось. Течение теперь активно по той стороне. Здесь полный затяжок. Поэтому, я думаю, сейчас придется дальше смещаться. Куст, конечно, удобный. Бежали. Кто-то попался. Опа. Окунёк. Упс. Такой симпатичный. Опа. Что ж, еще попробуем. Кто-то здесь должен уже пастись. Да, снова здравствуйте, уважаемые любители мелкой и очень мелкой ехтеофауны Москвы и Московской области. Я снова на рыбалке. Тот же день, только вечер. Я недалеко от дома. Утренняя рыбалка у меня прервалась из-за сильной жары и из-за очень сильной запрессованности водоемов. Приходилось лазить по ручьям. Рыбку я поймал, но, конечно, не так много, как хотелось бы. А вечером я решил посвятить последнему испытанию рубикона до переделки. сейчас чуть-чуть половлю на 0,2 грамма и потом попробую под грамм что-нибудь забросить. Но пока 0,2 грамма стучат и отрабатывают, ну просто, блин, на ура. Я даже прям не знаю, боюсь подумать, что будет, когда я поменяю ручку. Ручка, кстати, пришла. Вполне себе та. Слава богу, китайцы прислали именно спиннинговую ручку, они кастинговую, они любят путать. Так что, как только чуть похолодает, а на следующей неделе обещают похолодание, я займусь вплотную переделкой. Ну, сейчас еще немножечко помучаю мормышечку и перейду на крупный джек-рик. Есть у меня где-то 0,8 грамма, а может быть даже и грамм, потому что там две дробинки навешаны. Я думаю, это будет круто. Кидает палочка, в принципе, неплохо, 0,2 грамма летит, очень даже прилично. И вкладываться не надо совсем, потому что она уже начинает отрабатывать в обратную сторону. Итак, испытание большим весом. Ну, я думаю, 0,8 здесь точно есть, значит, общий вес где-то около грамма. Посмотрим, как она кинет. И как здесь джиговать, пока не понимаю. А это у нас сразу дружочек. Может быть, так и надо было сразу начинать, а не в ее. Мормышка, 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 вон какие ребята сидят. Слушайте, прям на выбросе, с первого заброса крупным весом. Ну, если бель не клюет, значит, будем ловить окуня. Ладно, попробуем еще раз. Не дал попробовать джиговую проводку. Ох! Ну что ж, здесь полет вполне, конечно, мягенько. Отрабатывает вполне. Надо еще раз к тем кустикам бросить. Да, можно, я думаю, и побольше вес кидать. Видимо, первым я попал прям. Оп! Есть! Уху! Вот что-то как-то вяло идет. Интересен размер, сперва вроде заиграл. Слушайте, ну, блин, спиннинг, конечно, классный. Хоп! Пиджи! Плохо зацепился. Ну, ничего. Джик Рик работает, рыбку видели. Может быть. Так. А я что, его не в ту сторону? Нет. Все нормально. Все у меня нормально. Поклевочка четенькая. По кончику все видно. Прикольный инструмент. Еще хочу. Какие тут 5 грамм, я пока не представляю. что он и отыгрывает. Раз. Есть касание дна. Но резко подорвать, конечно, им будет проблемно. Хотя. Ну, что ж, попробуем еще раз. Паразитка очень невелика. Да. Мастер Джек. Так. Тогда подальше будет окунь. Такой себе вполне приличный. Конечно, таким инструментом надо еще привыкнуть бросать. Есть! На чисто джиговой проводке. И опять здесь сход. Не хочет забирать он его. Не хочет. Но ничего. Прекрасно найдем упасть. Вымытым. Продолжение следует. Ну, а крупники-то где? В полярик в машинке. Че там видно рыбе? Сумерки. Полярик-то у меня крупный такой стоит. Удивительно, что спадает. Что-то подцеплял. ПА-16, как его дядя Саша называет. Вау. Да, с учетом того, что катушка совсем не джиговая. ПА-16, как его джиговая. Да, дно можно изучать с таким инструментом. ПА-16, как его джиговая. Не всегда мормышка панацея. ПА-16, как его джиговая. Прикольно. Слушайте, мне этот инструмент нравится все больше и больше. Я, может быть, себе возьму от 1 до 7 граммов в хорошем росте. ПА-16, как его джиговая. Что всех? Всю стайку выбил. ПА-16, как его джиговая. Травку выбил. Слушайте, джиг рекрулит. Надо шнурок и катушечку размером побольше. Тогда вылет будет вообще шикардосный. Но главное, что и то, и то у меня есть. Как отработает хорошо кончик. На месте можно под джигованием. Травка. Ладно. Сместимся чуть-чуть в сторону. Чего я на одном месте завис. Да, середина пруда. 0,8 грамма. Давай еще поклевочку. Лето был вечерний выход, конец вечернего выхода. Стало темно. Плохо видно. И мне и видим, и рыбе тоже. Поэтому принимаю решение заканчивать на сегодня рыбалку. Ну что ж, считаю, что испытания Рубикона прошли вполне успешно. Как он работает мне понравилось. Как забрасывает мне понравилось. Очень универсальный инструмент получился у ребят. И, в принципе, я склоняюсь к тому, что мне придется покупать еще один спиннинг. Может быть чуть попозже. Хотя, после того, как ручка будет поменена, будет все понятно окончательно. И останется испытать его на блесенках. Но это уже, скорее всего, на следующей неделе. На этом до свидания, дорогие любители мелкой и крупной их теофауны, городской и пригородной. До новых встреч на рыбалках! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова